когда мужчина рождается ребенок женщина становится я жмать вот такая роль пишется вместе до после того как она становится я жмать ведет сопротивление помните мы говорили да в играх и когда любое любая доминанта является ну как любая в любой доминанте в третьей игре 4 игры это отсутствие доминанты до отказом доминанты то есть на вас будут также давить на вас будут кричать особенно если мужчина уже сильнее да и вот и тогда появляется ругательство вы придумываете себе свои иллюзии а он просто от них отказывается не потому что они плохие или хорошие ваши люди просто он отказывается доминант это просто идет четвертая игра и происходит скандал в доме а когда он отказывается ему тоже самому очень больно он же вас любит вы поймите правильно что когда вы ругаетесь вот самый идеальный самый простой вариант это просто сказать прости меня и я прощаю себя потому что очень важно понять что боль находится не в нем в нем его боль и он сам с ней будет решать вопрос ваша боль находится в вас и когда вы видите прости меня не забывайте говорить и я прощаю себя когда вы начинаете прощать себя вы начинаете просто жить и радоваться вы начинаете принимать и закрывать те опыты которые вас либо открыты либо которые вы можете прям сейчас открыть причем эти опыты не самые лучшие это опыта выживания а в опытах выживания всегда есть три игры проиграл выиграл выиграл проиграл и проиграл проиграл все больше нет ничего и в этом выживании очень больно куда бы вы даже если вы смотрите на солнышко и радуетесь ему ровно через пять минут придет какая-нибудь штука которая вас вас вытащит из этого вы когда смотрите на солнышко вы накопили энергию этой энергии вы тратите на на то чтобы поддерживать те опыты которые вы придумали в этой игре в голове в голове есть сценарий да это называется были помните в русских сказках жили были только я говорю может быть не жили были скорее всего в начале были начале качества бытия да то есть ваши сценарии ваши программы а через вашу программу вы уже проживаете свои опыты здесь на земле само слово вот закройте сейчас глаза для интереса давайте такую практику сделать не просто скажите я должен я должен я должен я должен и у меня долги 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 вы чувствуете как вас сжимает тело внутри а теперь просто скажите отдать деньги отдать деньги отдать деньги или деньги в рост деньги в рост вы по-другому как тело начинает чувствовать себя по-другому самый удивительный момент как это происходит интересное в житии мы берем деньги в рост мы же деньги берем мы берем энергию живую и энергию вот да вот она карточка до живая энергия деньги там деньги там эти деньги вас вы берете для того чтобы расти чтобы создать свои какие-то желания но как только вы эту живую энергию переводите в качество бытия долго всегда то есть качество бытия слова долг или бороться это бороть себя да а вот слово долг это долго кредит это какое-то иностранное слово но она тоже не самое хорошее да вы берете деньги в рост таки отдайте деньги почему человек говорит что у меня долги они я взял деньги ими нужно отдать умеет финансовые обязательства денежные обязательства отдать деньги это удивительно может быть для кого-то это покажется большой глупости но вы знаете мне это очень сильно помогло когда я осознал это благодаря своей любимой жене у меня был долг там сто пятьдесят семь миллионов рублей по тем деньгам это около пяти миллионов долларов это было там 40 ну когда мне было 42 года это было десять лет назад девятом году до 2009 году когда кризис пришел лопнула компания лопнула фабрика имен своя все свои деньги вкладывал для строительства там устроили фабрику дерево перерабатывающих глубокой переработки и кредит просто не дали еще пришлось чтобы получить особо войти в кредит нужно было набрать денег чтобы построить но завод построить нужно были деньги и так получилось так получилось со мне эти деньги пришлось отдать и когда это были долги это было страшно вот мне девушка писала мне там пишут звонят с утра до вечера да да и мне звонили с утра до вечера когда отдашь деньги потому что ну я не сразу ни одного человека взял эти деньги а очень многих людей потому что мне видели ребят ну сейчас достроим фабрику построим быстренько получим инвестиционный кредит мало того кредитный комитет уже прошли и фабрика на самом деле то есть уже контракты бы ну то есть все было готово то есть я за восемь месяцев построил 14 тысяч квадратных метров строительства и сдал в эксплуатацию это только я наверно смог бы сделать в хабаровском крае причем глубокой переработки фабрика дерево переработки по переработки там пяти тысяч кубов леса в месяц большой большая фабрика большое строительство и сумма кредита была очень большая но я рискнул всем и проиграл а кто рискнул трус трус до рисканул то есть надо было выйти потом кто испугался трус трус и как мне было плохо вы даже не представляете это из бутылки достаешь там железные монетки для того чтобы заправить машину и у тебя есть дети от тебя уходит жена потом ты идешь в больницу осознаешь у тебя цирроз печени что-то и осталось то недолго не можно было сказать да ребята да иди нафиг я буду доживать на свою жизнь нет я просто сел сказал я приехал каждому вот когда ты осознаешь что ты взял деньги у людей да и эти деньги ты взял свой рост то ты какая разница как что происходит сейчас вокруг тебя ты же взял эти деньги в рост я приехал каждому по-честному посмотрел глаза и сказал сейчас не могу тебе отдать деньги у меня их нет но поверь мне как только не у меня появится я с тобой рассчитаюсь по-честному рассчитать вы знаете и ровно когда я со всеми поговорил у меня прекратили звонки просто прекратились я не перестал сдрагивать по каждому звонку когда бы звонил телефон вот этого состояния кто наверное зато тут находится в этом состоянии он знает это состояние да когда вот так вот происходит когда звонок звонит и сердце сжимается вот здесь и в животе сжимается все сжимается полностью сжать и в каком-то живет и так больно что мама дорогая да мне очень повезло я встретил ту любимую женщину которая вытащила меня из этого горна которая сказала ты хочешь быть счастливым так будем прямо сейчас не завтра не быть мужчиной я бы смог до и жить я бы смог когда бы вот у меня вот если было бы у меня я бы смог до фигня это все я чувствую желание чувствовать себя миллионером миллиардером неважно я чувствую желание чувствовать себя прямо сейчас вот здесь независимости от того есть у меня это или нет потому что если ты ставишь желание из того момента что у тебя есть прямо сейчас вот здесь что ты уже есть такой тогда начинают происходить чудеса я рассчитался с людьми за год не имея ничего не работы не предприятие него это прям чудо какое-то происходило так это все закрывалось само собой русал господи я ничего не могу ты все можешь я сдавить полностью на волю твою я уже создал то что смог дурак дураком а теперь этого дурака вот ноут я рассчитался с я я чувствую желание что рассчитался со всеми единственное что я сделал у меня есть такая волшебная коробка там написано так она и есть да будет так на я взял чековую книжку написал каждого фамилию написал какую сумму я с ним рассчитался поставил подпись чек и положил в эти в эту сумку войне сумку а коробку года не прошло я рассчитался со всеми полностью сейчас у меня дом за 30 миллионов рублей